Олег Горьевич Коротай присутствует здесь. Ему, наверное, место все-таки тут. Ну, или вы проходите. Значит, уважаемые товарищи, все равно того, что много, видимо, доверенных лиц, желающих выступить, я постараюсь быть очень кратким. Первое. Сегодня опять мне сообщили, было объявлено, что якобы у Грудинина есть счета, но якобы какие-то договоренности с КПРФ якобы снимать не будут. Значит, давайте договоримся, что мы сами этой лжи и клевете не верим и до людей наносим простую ясную вещь. Вот что для меня является принципиально важным. Когда возник этот вопрос в начале января, я обратился к Грудинину с простым вопросом. Есть или нет? Если нет, подписывай бумагу. Не штаб, не юрист, а ты. И вот я помог ему составить бумагу, и Павел Николаевич Грудинин подписал в Центральную избирательную комиссию. Я, Павел Николаевич Грудинин, заявляю, что на момент регистрации меня к кандидатам никаких зарубежных счетов не закрытых у меня нет. Точка. Второе. Заявляю, что никаких миллиардов там никогда не было, а максимальная рыночная стоимость в пределах 26 миллионов рублей. Точка. Число, подпись. И 15 или 16 января Павел Николаевич Грудинин сдал эту бумагу за своей подписью в Центральную избирательную комиссию. Получил печать, что она получена. И там было написано, прошу Центральную избирательную комиссию распространить эту информацию как официальную. Значит, мы исходим из того, что человек взрослый, ответственный, подписался ясно и однозначно, что ничего нет. И все последовавшие фейки звучали примерно так. Выходит представитель цикла Булаева и говорит, выяснилось, что у Павла Николаевича есть незакрытые счета. Или, может быть, незакрытые. И все средства массовой информации, то, что у него есть счета. Теперь, спустя месяц, опять, пришла информация, что у него на конец того года были счета. На конец того года. И дальше, они же заявляют, что у них нет информации, у ЦИКа нет информации, подтверждающей или опровергающей эти сведения. Но если у вас нет информации, подтверждающей или опровергающей эти сведения, с чем вы вообще выступаете? Тогда вы выступаете не как конституционный орган, а как агитаторы-пропагандисты конкурента нашего кандидата. Действующего президента. Получается так. Еще раз. Значит, для меня все ясно и однозначно. Если не представляется ясных и однозначных доказательств того, что наш кандидат обманул нас и избирателей, то у нас нет ни малейших оснований сомневаться. Первое. Второе. Мы же должны помнить, что было, скажем, 25 лет назад. Помните вы такую фамилию, генерал Рудской? Помните? Конечно. Помните про 12 чемоданов генерала Рудского? Да. 12 чемоданов компроматов. А вот я, как тогдашний начальник контрольного управления президента, могу свидетельствовать, что это были не пустые чемоданы. И там была ни ложь, ни обман, потому что мне президент Ельцин запрещал направлять материалы руководителю межведомственной комиссии в борьбе с коррупцией Рудскому, вице-президенту. Просто взял и запретил. Но я по своей инициативе направлял эти материалы к генеральному прокурору Степанкову. И от генерального прокурора Степанкова эти материалы попадали затем к представителю межведомственной комиссии Рудскому. Что было делать Ельцин и его команде для того, чтобы дискорректировать Рудского? Помните? Они собрали команду Илюшенко, Макаров, какой-то там генерал Дима, и официально заявили, что у Рудского найдены зарубежные счета. Что он якобы для того, чтобы перекрыть свое воровство и коррупцию, катит бочку на доброго президента Ельцина и его окружения. После того, как Рудского был дискорректирован, что случилось в некоторое время? Через некоторое время выяснилось, что это все была фальсификация, что никаких счетов у Рудского не было. Поэтому я прошу не иметь короткую память, а иметь память длинную. Помнить, что наш кандидат Грудинин уже снимался с выборов несколько лет назад в областную думу московскую за экстремизм по 282 статье. И когда он был снят, когда выборы прошли, он по суду сумел доказать, что это был ложь и обман. И те слова, которые им инкриминировали, он не говорил. Но было уже поздно. То есть мы понимаем, как работает эта машина. Возвращаясь к сегодняшней ситуации. Что это за разговоры со стороны Центральной избирательной комиссии? У нас нет фактов, подтверждающих или опровергающих. В Верховный суд мы обращаться не будем. Ну хорошо, Центральная избирательная комиссия не хочет обращаться. Но по закону любой кандидат может обратиться в Верховный суд и снять другого кандидата, если тот нарушил закон и действительно имеет зарубежные счета. Никто из кандидата в Верховный суд, насколько я знаю, пока не обратился. Решения Верховного суда о снятии нашего кандидата нет. А ложь и клевета, что он такой олигарх, у него там зарубежные счета и так далее, разливается широким морем. Значит, мы понимаем, для чего это может делаться. Это может делаться только для того, чтобы люди не могли сравнить совхоз имени Ленина с феодально-клановым хозяйством президента Путина. Никакой другой причины у этой лжи и клеветы нет. И второй вопрос. Значит, вы наверняка уже знаете программу кандидата «20 шагов к достойной жизни». Я хочу обратить внимание. У всех кандидатов более-менее неплохие программы. Они чем-то отличаются. У кого-то более либеральное, у кого-то государственно ориентированное, национально ориентированное. Но все пишут хорошие слова. А чем принципиально отличается наш кандидат от других? С моей точки зрения, главное его отличие в одном. Вот я выступал на теледебатах. Слева от меня стоял коммунист Сурайкин. Справа национал-патриот Бабулин. Они могут быть сколь угодно замечательными коммунистам и национал-патриотам, но они в одиночку победить не могут. Потому что общество целенаправленно раскалывается. Коммунисты сюда, национал-патриоты сюда. И порознь вы никогда не победите. Эта власть не зря протащила закон о запрете политических блоков. Ведь у нас запрещены блоки. Для чего? Для того, чтобы люди не могли обедниться. Это я все время подчеркиваю. Не в том дело, что мы лучше, как доверенные лица. Не в том дело, что просто наш кандидат лучше, как единица. А в том, что мы сделали тот процесс, единственный организованный процесс, который только и может противостоять этому олигархическому, ростовсическому, компрадорскому, уничтожающему страну-режиму. Мы сумели обеднить тех, в разделение которых были вложены колоссальные силы. Вот здесь перед вами сидят и коммунисты, и национал-патриоты. И только это, вот это обеднение может нам позволить действительно победить. И последнее. Я сейчас оцентирую внимание на том, что кандидат Грудини не просто сам по себе, а он все-таки представитель самой крупной оппозиционной парламентской легальной партии КПРФ и национально-патриотических сил. Не представлен в парламенте, но тем не менее имеющий достаточную социальную базу в обществе. А почему именно Грудинин? Ведь мы выдвигали там в пятерке кандидатов в кандидаты, были и генерал Соболев и многие другие. Почему именно Грудинин? Причин много. Но мне кажется, главное, что Грудинин как человек, как личность, имея как каждый из нас свои личные недостатки какие-то, тем не менее продемонстрировал на своем микроуровне эффективность того процесса, которым занимаемся сейчас мы, объединительного процесса. Ведь господствующая тенденция была ясная и однозначная, внедряемая в общество. Простая. Каждый беги в свой кусок и разбегайся. Вот ты схватишь свое и разбегаешься, тебе будет лучше. По всей стране крестьян, рабочих смутили. Схвати свой ваучер, схвати свой пальм и убегай с ним. И всех ограбили тотально. Потому что для того это и делалось, чтобы каждого поодиночку от клопа раздавить. В условиях, когда все хозяйства Подмосковья, вокруг лицевой автодороги прямо было 20 хозяйств, два десятка хозяйств. И единственные, кто смогли противостоять этой деструктивной тенденции, разделяя и властвуй, этому искушению схватить свой кусок и сбежать, оказалась команда Грудинина. Они сумели договориться с людьми, что вместе мы сильнее, чем поодиночке. Вот это мне представляется самым главным, позитивным в этой фигуре, применительно к той должности, на которую он претендует и на которую мы его выдвинуем. Он сам никогда не выдвигался, он сам не собирался платить разпрезидентами. Мы, как единый блок, его выдвинули. Как человека, способного объединить людей, не дать им поддаться искушению, сделать так, чтобы вместе направить людей на большое общее дело, и в результате, что очень важно, каждый из тех, кто уйдется в хозе, получили значительно больше, чем если бы схватили свой бай и сбежали. Это даже если бы они его просто выгодно продали. А наверняка у 90% его бы так или иначе отобрали. Либо в банке эти деньги пропали бы, либо они вложились бы в какой-то долгострой на уровне котлована. У всех все отобрали бы. А вместе они оказались силой, у них не смогли это отнять. Вот это сочетание направленности нашего политического блока, коммунистов и национал-патриотов, и личности, и команды людей, которые на микроуровне продемонстрируют эффективность вот этого мета действия, говорит о том, что если в совхозе Милейна получилось, можно должно получиться и во всей стране. Спасибо вам!